Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦУОМ Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Код плюс 371 для тех, кто звонит из-за рубежа, номер WhatsApp 2306-191. Звоните. Вначале я хотела спросить вас о том, как вы относитесь к словам Марка Твена о том, что есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Великий писатель. Прекрасный афоризм. К нам, правда, отношения не имеет, потому что мы же не статистикой занимаемся. Мы занимаемся опросами общественного мнения. Без статистики нам никуда, но все-таки статистики – это совсем другие люди, с другим образованием, и задачи у них другие. Вот когда говорят об общественном мнении и изучение общественного мнения, всегда в опросах указывают погрешность. 2%, 3%. Вот насколько точны такие исследования? Можно ли говорить о том, что при опросе, допустим, двух тысяч респондентов можно составить мнение действительно о том, что думает народ? Зависит от того, кто будет проводить опросы и по каким принципам. Если это научный опрос, то для большинства темы, для большинства стран достаточно даже меньше, чем две тысячи респондентов. Во многих странах тысяча двести вполне нормально. Если речь идет о городе, о регионе, то тут можно и шестью сотнями обойтись. Так что вопрос не сколько людей мы опросим. Конечно, это немного по сравнению с так называемой генеральной совокупностью, то есть с общим числом граждан, чье мнение нам интересно. Вопрос, как этих людей отбирать, как формулировать вопросы, как интерпретировать результаты. Пару месяцев назад в интервью вы говорили в контексте протестов в Екатеринбурге, в контексте протеста по делу Ивана Голунова, журналист. Вы говорили о том, что протестные настроения не выросли, несмотря на все эти события. Сейчас, опять же, в Москве идут митинги из-за незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. Может, что-то изменилось в плане настроения на протестные настроения? Да, есть изменения, подросли протестные настроения, но не скачкообразно, не радикально, на пару процентов по стране в целом. Ну, а получается так, что протесты есть, опять же, если мы возвращаемся назад, к Екатеринбургу, к примеру, да, а протестные настроения не растут. Вот как это соседствует? Ну, вот, даже если не страну в целом брать, все-таки, когда мы задаем вопрос о протестных настроениях, мы исследования проводим в стране в целом. В стране у нас 112 миллионов, примерно, граждан с правом голоса. Ну, а если взять Москву, Митинги, в которой вы только что сказали, то точной статистики нет, у нас в следующем году будет очередная перепись населения, но вот сейчас, по оценкам, уже больше 12 миллионов человек в Москве живет. Это самый крупный город Европы. Вот, на митинге, тут, опять-таки, есть разные данные, есть данные МВД, есть данные, значит, такой, близкой к протестам организации «Белый счетчик». Вот, они не бьются друг с другом, каждый доверяет либо одним, либо другим данным, либо вообще никаким не доверяет, но в любом случае самая верхняя граница численности, принимавшая участие в самом массовом из этих митингов, это митинг, прошедший на площади Сахарова в Москве в последнюю субботу, вот максимально высокая планка – это 60 тысяч человек. Ну, понимаете, что такое 60 тысяч человек на фоне 12-миллионного города. И наши опросы по городу показывают, что значительная часть москвичей вообще никак не относится и к выборам в Мосгордуму, которые стали поводом для этих протестов, и к самим этим митингам. Так что, конечно, есть те, кто протестует, есть те, кто ворчат, есть те, кто ругается, есть те, кто выходит на улицу, но по сравнению с общей численностью населения крупнейшего города Европы это относительно небольшая группа. Ну вот, говоря о формулировках, может быть, вы меня поправите, но в августе в ЦИОМ был проведен опрос как раз на тему акций за свободные выборы и в том числе за честные свободные выборы в Мосгордуму 27 июля, и там возникли претензии как раз в соцсети в том числе к формулировкам. То есть спрашивали ведь в вопросе о том, что они в большей степени согласны со снятием с выборов кандидатов, у которых выявлены недействительные подписи, или за регистрацию, несмотря на нарушение. То есть претензии были в том, что варианта ответа, предусматривающего, что у независимых кандидатов подписи были забракованы по каким-то надуманным основаниям, не было. Вот как вы это могли прокомментировать? Ну тут главные претензии к нам, такие более-менее объективные, на мой взгляд, и профессиональные, они связаны были с только одним моментом. С тем, что когда мы говорили о нарушениях, и с формулировки вопроса следовало, что эти нарушения действительно установлены, в то время как критики говорили, а вообще-то говоря, это никакие не нарушения, ну или, по крайней мере, часть, это не нарушения, а это злая воля со стороны Мозгородзберкома. И вот это действительно довольно серьезный аргумент. Мы сейчас у себя внутри разбираемся с тем, как вот такие формулировки возникли, и, конечно, будем делать все для того, чтобы наши формулировки были более нейтральны, более объективными и не вызывали критики именно профессиональной и неангажированной. Ну а что касается критики политизированной, ее, конечно, больше, и она идет в основном не со стороны тех, кто разбирается в изучении общественного мнения, и не со стороны тех, кто заинтересован в установлении реального результата. Она идет со стороны сторонников протестного движения, кому эти цифры, разумеется, не понравились. Давайте не забывать об интересах, давайте не забывать об эмоциях, давайте не забывать о настроениях, сейчас они все разогреты. По сути, идет такая информационная война локального масштаба. Ну а в информационной войне, как мы понимаем, не бывает правых и виноватых. Любая из сторон пускает в действие все, что угодно, и подвергает сомнению даже то, что на самом деле несомненно. Вопрос истины для участников информационной войны вторичен и третичен. Для них важнее вопрос победы. Поэтому большинство критики, на мой взгляд, ангажировано, политизировано и не имеет отношения к сути вопроса. Насколько результаты, обнародованные результаты общественного мнения могут повлиять на общественное мнение? Я поясню, потому что партии перед выборами очень часто выкладывают результаты общественного мнения, если, допустим, они в лидерах, для того, чтобы таким образом привлечь еще больше сторонников. Вот насколько это вообще история обоснованная? Привлекается за счет этого? Этот вопрос дискутируется примерно 80 лет. Мы два года назад на русском языке впервые издали классическую работу господина Гэллопа, которому мы, собственно говоря, и обязаны открытием научного метода опросов общественного мнения. Работа написана в 1940 году. И вот там этому вопросу целая глава посвящена. Она читается как поэма, абсолютно актуальная, несмотря на прошедшие 80 лет, не утратила свежести. И вот там дается ответ на такого рода подозрения, обвинения, предположения, конечно, на американском материале 30-х и 40-х годов. И вот Гэллоп с цифрами в руках доказывает, что если и есть влияние на мнение избирателей, на их выбор со стороны, так сказать, нашей исследовательской индустрии, да, со стороны постеров, то это влияние пренебрежимо невелико. То есть 1-2% по оценкам Гэллопа, максимум, избирателей может изменить свое мнение о том, идти ему на выборы или не идти, и за кого голосовать под влиянием опубликованных средствами массовой информации результатов вопроса общественного мнения. Относительно недавно, в начале нулевых годов, к этому вопросу обратился Юрий Левада, знаменитый российский социолог, мой предшественник на посту директора в ЦИОМ, специальную статью об этом написал, и он подтвердил выводы Гэллопа, но на современном российском материале. 1-2% по оценке Левады, причем не всех избирателей, а только тех, до кого дошел вот этот информационный сигнал, то есть только тех, кто прочитал какие-то результаты опроса общественного мнения, объективные, необъективные, другой уже вопрос, так вот, только вот такая небольшая часть может, не обязательно, а может изменить свое мнение. Как мы понимаем, доля настолько невелика и настолько незначительна по сравнению с другими факторами, и прежде всего с воздействием средств массовой информации, вас и ваших коллег. Вот, что я бы сейчас не ломал копья и не выступал бы с эффективными обвинениями в адрес социологов. Все-таки наша задача устанавливать истину и сообщать выявленные нами факты обществу, а уже общество вольно решать, как к ним относиться, идти на выборы, голосовать или нет. Вы упомянули Левада-центр сейчас в своем комментарии. Как, кстати, относитесь к этой организации? Является ли она для вас конкурентом? Ну и как вы оцениваете их деятельность? Я упомянул Юрия Леваду, а не Левада-центр. Это все-таки... Да, создатели. Значит, разные сущности. Юрий Левада, безусловно, внес огромный вклад в историю установления российского исследовательского сектора. Он больше 10 лет был директором ФЦИОМа. Последние два года жизни, он умер в 2006 году, к сожалению, ушел от нас. Он руководил организацией Левада-центр. Сегодня, спустя 13 лет, Левада-центр существует. Большая часть его учеников, его команды работают там, проводят исследования, активно проводят, публикуют их, обнародуют. Есть, конечно, разные мнения о том, насколько надежно и объективно делают свою они работу. Ну, с моей точки зрения, это профессионалы. Конечно, со своими взглядами. Эти взгляды, лично мне, не очень симпатичны, но это их право. Мы живем в свободном мире. Более того, право высказывать свое мнение является важной ценностью в современной России. Поэтому, конечно, пусть работают. Конечно, мы рады, что мы не одни на этом поле, что у нас есть коллеги. Назвал бы я их конкурентами, скорее нет. Почему нет? Потому что вопрос, за кого вы конкурируете? Вы конкурируете, конечно, за клиентов. Вот в случаях перехода клиентов от нас к Левада-центру я не припомню за последние годы. Все-таки наш основной клиент или клиенты – это государство российское, это государственные компании. А если говорить о Левада-центре, то его заказчики – это, как правило, университеты, в том числе западные университеты, некоммерческие организации, иностранные компании, посольства и так далее. То есть это их клиенты, мы на них не претендуем. И дай бог счастья и много интересной творческой работы коллегам из Левада-центра. Ну а в ЦИОМ полностью существует на государственные деньги сегодня, на государственном финансировании? Ну, к сожалению, у нас, в отличие, скажем, от Московского университета или от Петербургского университета, нету своей строчки в госбюджете. Мы были бы счастливы, если бы она была. Но юридическая форма существования в ЦИОМа – это акционерное общество. Поэтому все, что мы зарабатываем, мы зарабатываем благодаря контрактам, заключенным с нашими клиентами. Как я уже говорил, значительную их часть, больше половины, составляют государственные организации, государственные компании, тут и министерства, конечно, администрация президента, губернаторы, мэрия Москвы и ряд других. Ну, что касается Левада-центра, у него, как правило, негосударственные субъекты. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Да, как вас зовут? Юля меня зовут. Я звоню с Таллина, вот с каким вопросом. Качество русской прессы в Эстонии, скажем так, довольно низкое. Вы сможете с этим что-то сделать и исправить, скажем, на них корректора для Делфи русскоязычного? Вы сейчас, если видимо, звоните предыдущему нашему. У нас был предыдущий гость, да. Главный редактор как раз портала эстонского Делфи. Сейчас у нас, я напомню, генеральный директор в ЦИОМ Валерий Федоров на пригосяде. Да, мы не вещаем в Таллине, но слушают нас в Таллине тоже, как выясняют. Ну, если хотите, я буквально пару слов скажу. На самом деле состояние прессы во всем мире сегодня довольно непростое. Это касается не только Эстонии, это касается и России, и Великобритании, и Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что даже крупные издания с большой историей, с репутацией, с авторитетом, даже они находятся в ситуации острой конкуренции с, так сказать, малобюджетными информационными каналами, интернетом, социальными сетями и так далее. Вот они тоже вынуждены участвовать в этой гонке на выживание. Они тоже режут бюджеты, они сокращают сотрудников, в том числе профессиональных сотрудников. В нескольких, скажем, американских газетах раньше существовали отделы по изучению общественного мнения. Они много заказывали нашим американским коллегам. Сегодня этого практически нету. И, конечно, качество материалов в этой связи снижается. Что можно посоветовать? Пресса сегодня – это не уникальный, не единственный канал доставки информации аудитории. Сегодня гораздо больше информации доступно и без прессы. Вот, в частности, у нас в России вы можете заходить на наш сайт, в ЦОМ.РУ. Там больше 800 тысяч пользователей в год. Мне кажется, этого немало. И там вся информация из первых рук. Если хотите что-то узнать о том, как живет и чем живет наша великая страна, можете без посредников в лице прессы обращаться непосредственно на наши информационные ресурсы. На ваш взгляд, нет ли проблемы с тем, как пресса интерпретирует исследования общественного мнения, как журналисты подают, вот как вы это оцениваете, в целом этот уровень? Ну, разумеется, такая проблема есть. Уровень не очень высокий, и масса возникает проблем с интерпретацией. Вот, что делать? Ну, во-первых, учить и просвещать. То есть мы активно взаимодействуем с теми журналистами в России, а также с московскими корреспондентами иностранных СМИ, которые регулярно пишут на темы, связанные с общественным мнением, рассказываем им, объясняем, даем комментарии. Ну и если все-таки их уровень подготовки оставляет желать лучшего, повторюсь, у нас есть и прямой канал доступа к аудитории. Заходите к нам, читайте наши данные, читайте комментарии наших экспертов. Мы все это представляем, на мой взгляд, даже в избытке нашей аудитории. Вот. Ну, в каком-то смысле, я вот сейчас бросил камень в огород журналистов о том, что они не всегда хорошо подготовлены. Но есть еще проблема, называющаяся кликбейт. Понятно, что мы все гонимся за вниманием аудитории. Вот. Понятно, что плохие новости продаются лучше, чем хорошие. Понятно, что кричащие заголовки читаются лучше, чем такие спокойные, правильные, расставляющие все по своим местам. Вот. Поэтому даже очень хорошо подготовленный журналист сегодня зачастую жертвует значит, таким спокойным тоном и обстоятельным разговором в пользу кликбейта, в пользу кричащего заголовка. И мне трудно его в этом упрекать. У нас еще есть звонок. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый, Константин. Да, задавайте вопрос. В большой степени ответ зависит от формулировки задаваемого вопроса. Ваши клиенты, которые заказывают вам какие-то опросы, они вам дают свои жесткие формулировки или дают общий контекст о формулировке вопросов опрашиваемого, вы придумываете сами. И таким образом вы можете влиять на результат опроса. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, я добавлю, не только от формулировки вопроса зависит ответ. Он зависит еще и от метода интервью. Можно лицом к лицу общаться, можно по телефону брать интервью. Сейчас пробивает себе дорогу новый способ интервью через интернет, чаще всего в соцсетях. И есть прямая зависимость между методом, который мы используем, и наши коллеги, и ответами. Это действительно так. Есть и другие зависимости. Например, даже время суток иногда влияет на ответы. И, конечно, будний день или выходной день, в зависимости от этого тоже ответы могут различаться. Но формулировка, разумеется, тоже имеет значение и большое. Критика в наш адрес зачастую связана именно с тем, что многие наши формулировки кажутся слабыми. Кто-то даже говорит о манипулятивных формулировках. Дискуссии по этому поводу, безусловно, есть, и они будут продолжаться. Сложно, очень сложно действительно найти ту формулировку, которая была бы, с одной стороны, понятна респонденту. Не будем забывать, что значительное число вопросов, которые мы задаем, они вот впервые возникают перед респондентом в момент интервью. Обычный человек не обязан думать ни о протестах в Москве, ни о выборах, которые состоятся через пять лет, и неизвестно с каким списком кандидатов. А мы уже спрашиваем, за кого вы будете голосовать. Поэтому, конечно, вопрос должен быть достаточно прост и интуитивно понятен. Но это только с одной стороны. С другой стороны, он, конечно, должен быть нейтрален. Он не должен предзадавать какие-то ответы. И худший пример вопроса – это, наверное, Астрад Лингренд дала в своем бессмертном творении о Карлсоне. Напомню, там звучал такой вопрос – вы уже перестали пить кодяг по утрам или еще нет? Вот что ответить на такой вопрос? Что не ответишь – все равно окажешься дураком. Наша задача профессиональная – избегать любыми способами появления такого рода риторических вопросов. Ну и мы стараемся это делать. Иногда бывают у нас, безусловно, ошибки. Мы тоже не семипядей во лбу. Тоже не богоизбранные мы, значит, люди. Но мы стараемся работать над тем, чтобы вопросы наши были действительно точные, нейтральные и при этом понятные нашим респондентам. Мы сейчас прервемся на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров с нами на прямой связи. И вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен» в эфире. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте еще раз. Я в школу с вами. Телефон на прямого эфира, напомним, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, звоните из-за рубежа. Код плюс 371 и номер ватсап 230-6191. Вот об интерпретациях вы говорили в первой части, об интерпретациях опросов в СМИ, в том числе, и о рейтинге Путина, который упал, якобы, по крайней мере, был такой сыр-бор. Сначала он упал до 30, потом поднялся до 70. Вы тогда сказали, что как раз СМИ неправильно интерпретировали эту информацию о рейтинге. Но все же откуда взялась вот кардинально, такая вот настолько кардинальная трактовка рейтинга президента Путина? Я думаю, любой человек, узнав, что сегодня рейтинг 30, завтра 72, ну, преисполнился бы недоверие и к этому рейтингу, и к компании, которая какие данные обнародовала, а может быть и к опросам вообще. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это была информационная манипуляция, тоже элемент информационной войны. Дело в том, что никто не падал и никто не рос. Это два совершенно разных рейтинга. В первом случае речь идет не о рейтинге Путина, а речь идет об ответах на так называемый открытый вопрос. Он звучит так. Назовите, пожалуйста, 5-6 политиков, государственных деятелей, кому бы вы доверили решение самых важных вопросов государственного уровня в России. Там нет никакого списка, нет подсказок. Каждый называет того политика, кто ему ближе. Обычно там фигурирует в первой пятерке, конечно же, президент Путин, министр иностранных дел Лавров, министр обороны Шойгу и лидеры двух оппозиционных партий Зюганов и Жириновский. Вот эта структура, она неизменно примерно 4-5 лет. Проценты меняются, но вот иерархия и порядок, он близкий. Вот когда говорили о 30 процентах, это доля респондентов, которые, отвечая на этот вопрос, называли Владимира Путина в качестве политика, кому бы они доверили решение вопроса государственной важности. 72 процента – это действительно рейтинг Путина. Это совершенно другой вопрос. Он звучит так. Вы доверяете или не доверяете президенту Путину? И, отвечая на этот прямой вопрос, мы получаем 72 процента. Сейчас он чуть ниже, порядка 70 процентов последняя цифра. Но я бы тоже пока не делал выводов о том, что он там падает или растет. Коридор довольно узкий. Все время, когда мы спрашиваем, несколько месяцев он находится вот в этом диапазоне. То есть, для того, чтобы уточнить, когда вопрос прямой или открытый, как вы говорите, у людей есть возможность самих написать фамилии тех, кого они знают, кому они доверяют. Если вопрос закрытый, опять же, косвенный, наверное, можно его назвать, то людям предлагаются варианты и в зависимости от вопроса данные, опять же, могут меняться. В целом, да. Но только уточню. Написать они ничего не могут, потому что это телефонное интервью. Да, по телефону сказать. Мы проводим ежедневно телефонный опрос, 1600 человек в день опрашиваем. Поэтому они могут назвать, кого хотят. Кого называют чаще всего, я уже сказал, но там в этом списке есть и Навальный, есть и Собчак, есть и Грудинин. Какая у них позиция, сколько они высоко. Да, но они в конце списка там, да, считанные проценты набирают. Вот. А если речь о рейтинге, где Путин получает 70, 71, 72 процента, то там нет возможности выбора между фамилиями. Там мы прямо спрашиваем о доверии президенту Путину. И вариантов ответа всего три. Скорее доверяю, скорее не доверяю, либо заправняюсь ответить. Вот в одном из интервью вы, отвечая на вопрос, какой из этих двух опросов доверия к Путину наиболее отражает действительность. Вы тогда привели в пример часы Apple Watch и iPhone. Это спросили как раз, что вам больше нравится из этих аппаратов. Вот как раз у меня есть Apple Watch и iPhone, и я могу сказать, что, наверное, iPhone для меня более значимый, потому что он, в принципе, взаимодействует с часами, часы не будут работать без него, так как мне нужно. Так вот можно ли сказать, что какой-то из этих опросов все-таки наиболее отражает действительность и более значимый для населения? Ну, всякая аналогия хромает, как говорят французы. Вот, поэтому не надо увлекаться метафорами, вот, но раз уж вы пошли по этой каевой дорожке, вот, то я бы сказал, что аналог вот этого iPhone, такого ядерного корневого устройства, конечно, играет прямой вопрос, доверяете вы Путину или нет. Он исключает фактор припоминания, потому что, когда мы задаем открытый вопрос, тут большую роль играет, ну, то, что находится у человека, так сказать, в оперативной памяти. А как мы понимаем, в оперативной памяти у людей, которые не очень вовлечены в политику, не очень активно думают, рассуждают, разговаривают о ней, там появляются люди, которые чаще всего мелькают в средствах массовой информации. Поэтому мы считаем, что прямой вопрос, где прямо называется имя, фамилия, политика, она исключает фактор припоминания и позволяет респонденту ответить ровно на тот вопрос, который мы задаем. Доверяете вы этому политику или нет? В первом случае фактор припоминания все-таки играет очень большую роль. И он, так сказать, вперед продвигает тех политиков, которые занимают первенствующую роль на телеэкране, либо как теперь уже в интернете и социальных сетях. Как вы считаете, какое из средств массовой информации, какой вид СМИ сейчас наиболее сильно влияет на аудиторию? То есть телевидение по-прежнему является лидером или интернет, ютуб-каналы сейчас уже в этом смысле тоже подбираются. Но интернет не является средством массовой информации. Как мы понимаем, это скорее такое средство массовой коммуникации. Кроме того, интернет – это целая галактика, как вот Мануэль Кастельс пишет, скажем, один из социологов знаменитых современности. И в интернете есть очень многое. Там есть и социальные сети, но там есть и сайты ведущих телеканалов. У нас, например, один из самых популярных каналов информационных в России – это сайт газеты «Комсомольская правда». Вполне себе официальная газета, с большой историей, есть ее печатная версия, но вот сайт у них тоже очень популярный и очень активный. Поэтому сравнивать какой-то конкретный тип СМИ с интернетом в целом – это, наверное, не очень корректно. Корректнее сравнивать конкретные СМИ, оффлайновые, и какой-то из конкретных интернет-каналов. Но все-таки, с учетом всех этих предуведомлений и замечаний, я бы сказал, что сейчас уже почти сравнялось влияние интернета и оффлайновых СМИ. Ну а среди оффлайновых СМИ, конечно, доминирующую роль по-прежнему играет телевидение. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, Валерий Федоров, глава ВЦИОМ у нас сегодня на прямой связи в программе «Абонент доступен». Задавайте вопросы. Хочу вернуться к Владимиру Путину. ВЦИОМ решил реже опубликовать открытый рейтинг. Почему? С чем это связано? Не каждую неделю, а ежемесячно теперь будет. Будем действительно раз в месяц публиковать. Ближайшие цифры появятся в начале сентября. Но главная проблема в том, что это довольно трудоемкий вопрос. Если вопрос закрытый, то есть я продемонстрировал на примере вопроса о доверии Путину, где всего три варианта ответа «доверяю, не доверяю» и «затрудняюсь», обработка результатов этого опроса происходит практически мгновенно, еще в момент, когда интервьюер заносит эти данные в программу. Если же работать с так называемым открытым вопросом, где респондент может назвать что угодно, то тут появляется новая технологическая операция, она называется «кодировка». Это технический термин, но это довольно существенно удлиняет и удорожает процесс обработки данных. В некоторых случаях мы на это идем, и именно поэтому мы решили этот вопрос открытый не снимать, оставить его, потому что большое внимание к нему приковано, но мы будем задавать его просто реже. Все-таки у нас большие анкеты, а респондент сегодня не любит долго разговаривать, висеть на трубке, и чем длиннее наши анкеты, тем чаще респондент, что называется, срывается. И мы получаем незаконченное интервью, то есть тратим на него время, а результат, к сожалению, приобщить к нашему массиву данных не можем. Поэтому мы стараемся, где возможно, избегать открытых вопросов, но, конечно, это возможно далеко не везде и не всегда. Поэтому значительная часть наших вопросов остается открытыми. Но тут еще такой вопрос возникает, что рейтинг одобрения работы президента, который показывает, наверное, наилучшие для власти цифры, он все-таки будет выходить каждую неделю. Да, а он носит именно закрытый характер, поэтому, как я уже говорил, и обрабатывать, и представлять его результаты гораздо быстрее и проще. От чего вообще зависит рейтинг президента? Ну, не только от его личной популярности, безусловно, и от личного авторитета. Во многом это элемент оценки ситуации в стране в целом. То есть, если пожары, скажем, или если протесты, или если экономический кризис, это, безусловно, сказывается на рейтинге первых лиц. Не только президента, но и главы правительства, и министров ключевых. И кто виноват? Значит, есть ли вина этого руководителя в том, что загорелся лес или нет? Ну, мало кто разбирает. Вот, поэтому можно сказать, что рейтинг президента – это в каком-то смысле равнодействующее всех социальных и политических, а также информационных процессов, которые происходят в стране. Насколько большое значение имеет личная популярность? Потому что можно вспомнить Ксению Собчаку, которой высокий уровень узнаваемости и высокий антирейтинг. То есть, личный момент является важным? Да, личный момент очень важен. В одних и тех же ситуациях, ну, скажем, с одними и теми же показателями доходов, уровня жизни в стране, рейтинг политиков, которые ведут себя по-разному, он будет, безусловно, разным. Вот, все-таки политики – это яркие люди, как правило, особенно сейчас, в эпоху соцсетей, в эпоху массовой коммуникации, когда люди хотят видеть в креслах политиков не людей, застегнутых на все пуговицы, так сказать, людей в футляре, вот, а все-таки тоже людей открытых, искренних, честных и людей, которые готовы разговаривать с избирателями, с обычными гражданами. Вот, поэтому, конечно, личный фактор очень важен. Но во многих случаях играет роль и должность, и место, которое занимает тот или иной человек. Вот, тут авторитет института, если он высокий, он иногда может очень здорово добавлять авторитета человеку, который занимает этот пост. Но бывает и наоборот, потому что далеко не все институты пользуются поддержкой, пользуются доверием. Вот хороший пример – это, скажем, полиция. В, скажем, Соединенных Штатах к полиции относятся очень хорошо, несмотря на все истории о том, что там чернокожих зачастую расстреливают полицейские при первой угрозе каких-то непонятных действий. Но рейтинг полиции в целом очень высокий. И, соответственно, рейтинг человека, который принадлежит к этой структуре, он априорно получает вот такую большую фору. У нас в России, наоборот, у нас рейтинг полиции довольно низкий. Поэтому любой человек в форме полицейского, он получает априорно не фору, а он получает, наоборот, вот такое поражение в правах. Но все это до первого случая, до того, как люди смогут разглядеть в погонах конкретную личность со своими взглядами, со своими убеждениями и со своими действиями. Внешность имеет значение, как человек выглядит? Какие-то его... Ну, целая наука, на этом построена имиджология. Вот. И много ярких, интересных, творческих людей в свое время пришли у нас в России и в других странах постсоветского пространства в эту профессию. Да, имидж, разумеется, имеет значение. И сегодня он имеет значение еще больше, чем раньше. Сегодня карьеры политические быстрее строятся, но быстрее и рушатся. Можете посмотреть на президента Макрона, который два года назад триумфально победил всех старых, условно старых представителей политического класса и буквально на пустом месте, создал суперпопулярное движение пропрезидентское, а затем его рейтинг рухнул в результате выступления так называемых «желтых жилетов». Много людей участвовали в этих выступлениях, несколько десятков тысяч. Немало, но, конечно, в 50-миллионной, дай бог, памяти Франции, ну, это капля в море. Вот. Но рейтинг рухнул, тем не менее. Сегодня мы видим еще один интересный пример, это Украина, Владимир Зеленский, популярный артист, комик, не имеющий никакого политического опыта, с первого раза оглушительно победил, разгромив предыдущего президента профессионального политика Петра Порошенко. И на последующих выборах в Верховную Раду мы видим, что, опять-таки, набрав никому неизвестных людей, он смог получить впервые в истории Украины абсолютное большинство в Верховной Раде, в парламенте. Вот. И все это, конечно, благодаря имиджу. Какому имиджу? Этот имидж зафиксирован в названии его партии. Слуга народа. Все равно, какой у меня бэкграунд, какая у меня карьера, кем я работал. Я человек честный, я один из вас, и я буду бороться за вас и служить нам. Украинцы поверили. Ну, надеюсь, не обмануться в своем прогнозе. Поэтому имидж, конечно, имеет огромное значение. Но можно сказать, что и россияне тоже поверили, потому что после того, как президентам, по крайней мере, вы говорили, что согласно опросам, россияне наиболее симпатизировали Владимиру Зеленскому в вопросе, который проходил. Выбор всегда делается из набора альтернатив. Вы приходите в рестораны, если в меню 7 позиций, то вы можете, конечно, попросить официанта или шеф-повара приготовить что-то 8 или 9, но вряд ли вам пойдут навстречу, скажут, идите в другой ресторан. Вот, поэтому, конечно, из тех альтернатив, которые мы предлагали, а там был Петр Порошенко, там была Юлия Тимошенко и еще несколько кандидатов, Владимир Зеленский получил гораздо больше симпатий. Почему? Я думаю, причины похожи с теми, что и причина выбора самих украинцев. Это все-таки максимальная дистанция от прежнего, прогнившего, коррумпированного, дискредитировавшего себя политического режима, связанного с именем Порошенко, Тимошенко и же с ними. И, во-вторых, это надежда на мир, надежда на урегулирование того прискорбанного, террористического, кровавого конфликта, который стартовал 5 лет назад на Украине и продолжается до сих пор. Вы сказали, что россияне воспринимают украинцев как братьев, которые сошли с ума. А, ну это ваше цитата. Вот что изменилось после того, как Зеленский стал президентом Украины со стороны россиян в отношении этой страны? Ждем и надеемся. То есть пока изменений не наблюдается? Ну, пока Зеленский, насколько я понимаю, сосредоточился на том, чтобы взять всю власть в свои руки. Он объявил досрочные выборы в Верховную Раду, выиграл их, то есть депутатский корпус уже радикально сменился. Впереди в начале сентября анонсировано создание нового правительства. То есть Владимир Гройсман, премьер-министр эпохи Порошенко, должен уйти. На его место придет кто-то другой. И уже опять-таки анонсирован третий раунд. В следующем году на Украине состоятся местные выборы. Соответственно, мэры, главы администрации территориальных прежней эпохи также, предполагается, должны уйти. А на их место придут более молодые, новые, честные, искренние, патриотичные политики. Ну, так, по крайней мере, хотел бы и президент Зеленский, и, я думаю, большинство украинцев. Но содержательных изменений мы пока не увидели. Мы увидели некоторые анонсы, мы увидели некоторые обещания, мы увидели некоторые публично предъявляемые надежды. Реальных изменений пока очень немного. Как изменилось отношение россиян к украинцам и как оно эволюционировало или, наоборот, может быть, изменялось в худшую сторону с 2014 года? Какие тенденции в этом смысле? Самые глубокие изменения начались раньше, в 2004 году. Напомню, первый Майдан, оранжевая революция, когда пророссийский или, по крайней мере, известный в качестве такового кандидата Янукович, проиграл Виктору Ющенко, который однозначно провозгласил путь вперед в Европу, ну, а Россия должна остаться позади и в стороне. Вот тогда уже началось изменение к худшему в отношении россиян к украинцам. Ну, причины понятны, не вижу повода сейчас их напоминать. 2014 год – это, конечно, такой водораздел. Все-таки кровь пролилась. Она пролилась сначала в Киеве, на Майдане, затем она пролилась в Донбассе. Вот. И это очень прискорбное, очень трагическое событие, особенно для россиян, 40% которых говорят, что они хотя бы однажды в жизни либо бывали на Украине, либо имеют там родственников, знакомых. И, в общем, такие достаточно теплые чувства питают к этой братской стране. Но сегодня мы видим, что эта страна взяла курс не ближе к России, а от нас. Это, конечно, вызывает негативную реакцию. Ну, и действия киевского режима, который организовал войну и всячески противодействует всем мирным инициативам, отказывается от реализации минских соглашений, которые сам же и подписал в свое время. Все это, конечно, вызывает сугубо отрицательные эмоции у россиян. Отчасти иногда эти эмоции переносятся, к сожалению, да, мы должны это зафиксировать, и на украинский народ. Я надеюсь, что это явление временное, и оно уйдет в прошлое, после того, как двусторонние отношения будут разморожены. Говоря про индекс веры, вот если говорить в целом о настроениях в России, согласно тоже опросу в ЦИОМ, около 40% молодежи считают себя неверующими. Вот причины снижения числа верующих среди молодежи, это в чем они заключаются, или это стабильные цифры? Нет, это не стабильные цифры. На арену выходит новое поколение. Это уже даже не миллениалы, это уже следующая возрастная когорта. В Америке ее называют поколение Z, это в принципе другие ребята. Базовый фактор их формирования как такой особой возрастной когорта, особой генерации, это то, что они с самых молодых ногтей, буквально уже с 3-4 лет живут в окружении гаджетов и без них себя не мыслят. Это люди более глобализованные, это люди, я бы сказал так, с дефицитом внимания. То, что раньше называли клиповым мышлением, это люди, которые не способны долго удерживаться на чем-то одном, зато одновременно могут заниматься несколькими делами сразу. Ну и ряд других важных у них замечаний. Вот первые представители этого поколения уже выходят на работу, работодатели уже постепенно раскрывают, что это такое и понимают, что работа с ними так же, как с миллениалами, не говоря уже о предшествующем поколении бэби-бумеров, которые сейчас основную часть рабочей сил составляют. Вот, они понимают, что это совсем другие люди и другие у них взгляды, другие ценности и, конечно, с ними должны быть другие способы коммуникации. Я думаю, вопрос веры, он здесь, вот в этом общем ряду. Вы об Америке упомянули, как с США менялось отношение у россиян? Ну, если по Украине 2004 год мы должны назвать такой роковой чертой, то в отношениях с Соединенными Штатами эта черта еще раньше была очерчена. Это 1999 год, война в Югославии. Напомню, тогда очень жесткая реакция общественная в России была на это. Наш премьер-министр Евгений Примаков тогда даже развернул свой самолет. Вот он в момент начала бомбардировок летел над Атлантикой с официальным визитом в Вашингтон. И вот, когда он получил эту информацию, он развернул самолет, вернулся в Москву. Россия тогда мало что могла сделать, но это был такой демонстративный жест. И этот жест, по сути, превратил Евгения Примакова из премьер-министра, из такого государственного деятеля в политика с большой буквы, в историческую фигуру. Просто потому, что ему симпатизировало, его поддерживало огромное большинство россиян. Вот с тех самых пор, уже практически 20 лет, мы рассматриваем Америку не как честного полицейского, не как доброго жандарма, не как лидера свободного мира, а как одну из стран со своими интересами, вполне корыстными, и не воспринимаем их как учителя, как страну, которая может показывать нам какие-то образцы для подражания. Нет, у них свои интересы, у них свой путь, у них свои ценности, у нас свои. И идти дышать им в затылок и соревноваться с ними по их правилам мы больше не хотим. Вот вопрос, который, наверное, наиболее популярен в российском обществе, конечно, но я задам его здесь в Латвии, хоть нас в Ютубе и смотрят россияне в большинстве своем. Вот люди, читая данные опроса в ЦИОМ, они нередко задаются вопросом о том, а почему меня не спрашивали никогда? Как бы вы на это могли ответить? Как можно поучаствовать в вопросе в ЦИОМ? Вы оптимист. И тот, кто это написал, тоже большой оптимист. Дело в том, что мы в прошлом году, я вот тут статистику получил недавно от своих коллег, только мы в ЦИОМ, а мы далеко не единственная исследовательская компания в России, у нас около 300 больших и маленьких компаний, более-менее крупных, два десятка. Вот мы одна из них. Так вот только мы опросили уже миллион 600 тысяч человек. Представляете, да? Конечно, страна у нас гораздо больше, все-таки 145 миллионов населения, но все-таки миллион 600 тысяч человек всего за один год. И это растущий темп. Поэтому мы сегодня фиксируем, что уже как минимум половина россиян хотя бы однажды в жизни участвовало в том или ином опросе. В нашем или каком-то маркетинговом опросе, или в опросе в интернете. Вот. С одной стороны, это очень хорошо. Люди более-менее понимают, что это такое, не боятся этой процедуры, не всегда бросают трубки. А с другой стороны, это не очень хорошо, потому что эффект новизны, эффект интереса исчезает и возникает обратный эффект рутины. Вот что человек получает от того, что он поделится своим мнением с нами? Ничего материального он точно не получает. А если у него есть какие-то надежды на то, что вот он нам на что-то пожалуется и что-то изменится в жизни или в государстве сразу после этого, это ожидание не оправдывается. Возникает так называемая депривация. И поэтому мотивация людей участвовать в наших опросах и опросах наших коллег, она, к сожалению, не растет. Поэтому наша главная проблема – это как расположить респондента к себе, как упросить его поучаствовать в наших исследованиях. Так что тем, кто хочет нам что-то сказать, но не может дождаться нашего звонка, могу вас успокоить. Скоро мы до вас дозвонимся. Прошу вас, в этот момент не бросайте трубку. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго, до свидания.